Начиная с 1997 года, все партии Армении, за исключением армянского общенационального движения, срывая самые благоприятные компромиссные решения, стали нагубительный путь сохранения статус-кво и отказа от компромиссов. Этот курс стал проводимый на государственном уровне политикой следующих режимов Армении, приведя к катастрофе, в которой сегодня обвиняют Пашиняна. Об этом говорится в статье первого президента Армении Ливона Тер Петросяна, опубликованном на сайте ilar.m. По его словам, свою долю ответственности имеет также так называемая элита нации, большая часть интеллигенции, политологов, аналитиков, журналистов, академических ученых, вузовской профессуры и почти все лидеры национальных структур диаспоры. Образно говоря, все перечисленные силы при окончательной роли Никол Пашиняна блестяще осуществили два завета. Первое, завоеванную кровью землю не сдают на бумаге, то есть сдают большей кровью, что и произошло. Второе, пойдем на компромисс тогда, когда будем вынуждены. А вынужденное решение не что иное, как капитуляция, что также стало действительностью. Первый президент Республики Армения также считает, что вопреки озвучиваемой как со стороны властей, так и политических кругов несправедливой версии, в поражении не виновата армянская армия. В результате преступной политики властей армия вынуждена была вступать в схватку с противником, многократно превосходящим ее по количеству личного состава и современных вооружений. К сожалению, послевоенная риторика и в Армении, и в общине снова полна бессмысленных ожиданий поддержки от внешнего мира, продолжающимися заявлениями о сведении счетов и риторикой угроз в адрес Азербайджана и Турции. В ходе предвыборной кампании эта тенденция, несомненно, еще больше усилится, что отнюдь не внушает надежды в плане извлечения уроков. А это значит, что наш народ все еще ждут новые потери и новые разочарования, отметил Ливон Тер Петросян.